Не успели мы отстрелять субботние новости из-за этих выходных. К понедельнику уже случилось такое количество событий, что просто приходится записывать следующий выпуск. Сегодня мы говорим про то, как смартфон Samsung Galaxy Flip, Z Flip, или как даже правильно его называть, поломался. В принципе, это уже не удивительно, как бы традиционная штука. Говорим сегодня про очень серьезный, возможный недостаток iPhone 9, или же, как он будет называться, iPhone SE 2. И также будут еще другие интересные новости. Давайте начинать. Что произошло с Galaxy Z Flip? Произошла ситуация неприятная, к счастью, не массовая, пока что не массовая. Вот что произошло. Одному из пользователей Твиттера, и это ни блогер, ни журналист, поломался Z Flip при первом открытии. То есть он взял смартфон, просто его сложил, разложил, и все. Экран пошел трещиной. Как это произошло? Пользователь предполагает, что, скорее всего, это произошло из-за мороза. Потому что там, где он живет, было холодно, либо же ему только приехала коробка. Знаете, как это бывает с почты? Приезжает коробка, а все содержимое очень холодное. Некоторые даже товарные позиции, типа телевизоров и какой-то электроники, желательно сразу якобы не включать. Что-то может произойти. Человек взял смартфон, открыл, и на фотографии прям четко виден потрескавшийся вообще вот этот шов на изгибе. Это странная ситуация. Казалось бы, Samsung уже не первый раз делает смартфоны со сгибаемыми экранами. Но в этот раз технология якобы сложнее, потому что Samsung утверждает, что они используют его на смартфоне не пластик, а гибкое стекло. И по этому поводу тоже на этой неделе были споры. Стекло ли это обманывает Samsung или не обманывает? Выяснилось, что на самом деле действительно сам экран из очень тонкого стекла, но он еще и покрыт сверху очень тонким слоем пластика. И что произошло? Он сразу вот как бы пользователь взял этот смартфон, выложил в Twitter фотографию, говорит, ребята, смотрите, что происходит. И британское подразделение Samsung с ним сразу же связалось, говорит, так, чувак, успокойся, все нормально, тебе сейчас быстренько поменяем смартфон. Не знаем, как это вообще случилось. И видно, что человек, в принципе, это вроде и сам не прилагал никаких усилий, чтобы его поломать. И видно, что действительно трещина образовалась именно на изгибе. Возможно, это произошло из-за мороза. Тем не менее, мы теперь знаем, что подобная технология может быть как бы уязвима от температурных режимов. На морозе замерзает и сразу же трескается. Сразу я удивлен, как много людей начало защищать Samsung в этой ситуации. Появились прям фанаты, которые, да, он специально это сделал. Он сам его поломал, чтобы похайпить. А посмотрите, он сделал фотографию этого смартфона на iPhone, наверное, ненавистник Samsung. Люди, вы вообще, ну, что вы такое несете? Ну да, на сегодняшний день современные технологии идут довольно тернистым путем. Потому что придумывать что-то новое тяжело. И современные такие вещи, как сгибаемые экраны, это тяжелая технология. Чтобы довести ее до идеала, придется чем-то жертвовать. Придется делать, скажем так, альфа-версии устройств. Да, к сожалению, эти устройства тестируются на реальных покупателях. Но так работает рынок давным-давно. Вот автомобили строители делают вот такие автомобили, которые ломаются. И потом выпускают заплатки. Там бесплатный ремонт, замена запчастей. У смартфонов вот так. Хочешь быть в первых рядах новейших технологий, будь готов к тому, что она у тебя может поломаться. Да, если компания добропорядочная, она решит для тебя этот вопрос. Она тебе сделает замену, либо вернет деньги. Но, тем не менее, такие вещи происходят. И это нужно, как бы, с этим нужно смириться. Я сразу вспомнил очень смешную шутку из интернета, связанную с новостью про вот этот поломанный Galaxy Z Flip. Вот на фоне блокировок телевизоров Samsung, которые недоступны в определенных регионах, человек пошутил и говорит, просто этот Galaxy Z Flip был недоступен в этом регионе. И поэтому он сломался. Его Samsung так заблокировала. И раз мы закончили эту новость шуткой, следующую новость, стоило бы начать с шутки. Посмотрите на изображение, предполагаемое изображение нового Google Pixel 5. Это прям действительно похоже на шутку. Я не верю в то, что такое может быть. Хотя, зная компанию Google и отношение к дизайну устройств, мы видели уже многое. Мы видели очень странную монобровь. И люди до последнего не верили, что так может быть. Хотя Google прекрасно видела фидбэк об этой моноброви еще в интернете, когда Google Pixel 3 утек в сеть. Появился даже первый у меня. На руках я его затизерил в Телеграм-канале. Все говорят, да не может быть, к релизу не будет такой моноброви. Она была. И вот вы видите, да, изображение камеры. Вроде бы смартфон отличается от всех внешним видом, расположением камеры. С другой стороны, это такой сюрприз. Это похоже на какой-то смартфон из средневековья, на который просто сверху наковали какой-то щит. В общем, обсудили с вами Pixel 5. Следующая новость очень может разочаровать людей, которые ждут новый iPhone. iPhone 9 бюджетное устройство по предполагаемой цене в 400 баксов. Когда мы говорим, что компания Apple собирается выпустить бюджетный смартфон, бюджетность смартфона, она обусловлена чем? Экономией. Компания будет экономить на многих вещах. Она будет экономить на собственных комплектующих, она будет экономить еще и на вас. И чем может обернуться эта экономия? Аналитик Tianfan International, которого зовут Го Минсюань, сделал прям такое странное заявление, что якобы в iPhone 9 будет использоваться одинарная 7-мегапиксельная камера. Если будет так, то это очень печально, потому что мобильная фотография и камера в смартфоне современном это очень важная тенденция. Уже китайцы выпускают смартфоны с 48-мегапиксельными камерами в смартфонах за 200 баксов. Если Apple сделает iPhone за 400 долларов с 7-мегапиксельной камерой, я не могу сказать, что разрешение камеры у даже самого максимального 11-го айфона прям крутое. Там иногда бывают проблемы с резкостью и вообще, когда делаешь кроп, все очень печально. 7-мегапиксельная камера на бюджетном айфоне это вообще ни в какие ворота не лезет, потому что современный пользователь, каким бы он ни был, покупает он себе смартфон за максимальную сумму либо за минимальную возможную сумму денег, он все равно пользуется социальными сетями, он снимает своих родственников, детей, и он выкладывает фотографии в Инстаграм, там, пусть просит боже, в ТикТок, не знаю, что он там еще делает, видео снимает. Но это никуда не годится. И я не удивлюсь, что список вот этого удешевления не закончится на одной только камере. Сейчас уже идет слух о том, какой процессор будет использоваться в новом бюджетном айфоне. Предполагалось, что это будет самый последний процессор, который сделала компания Apple. Также многие говорили, что нет, наверное, в новом бюджетном айфоне будет использоваться совершенно новый процессор, который покажут уже в 12-м айфоне. Это маловероятно, потому что бюджетный айфон это экономия на всем. Значит, там будет и старенький процессор, но производительный, тем не менее, очень производительный. И хреновая камера, и на экране могут сэкономить. В общем, какие-то, знаете, на горизонте печальные события относительно этого айфона. То есть, с одной стороны, компания Apple хочет сделать дешевый айфон, но максимально производительный. С другой стороны, если урежется функциональность камеры, то это, мне кажется, вообще никуда не годится. Нестандартная новость для нашего канала. Сегодня поговорим еще про PlayStation 5. Здесь в сети прям негодование пользователей. Оказывается, что компания Sony, ну, как бы, понятное дело, скоро собирается анонсировать PlayStation 5 и запустить якобы его в продажу. И все гадали на кофейной гуще, что же там за стоимость будет новой консоли. И вот этот слушок, что компания не укладывается в бюджет, слишком дорогие комплектующие, и приставка может стоить не 400, там, 50 долларов, а целых 500 долларов, либо 480 долларов на старте продаж. И ой-ой-ой, как все плохо. И я сижу, думаю, господи, неужели людям действительно, типа, есть разница, приставка стоит 400 или 500. Эта приставка обновляется раз в 7 лет. Ну, то есть, неужели за это время для вас это будет какая-то существенная разница? Все равно вы потратите в 10 раз больше на играх, потому что игры на PlayStation стоят ого-го, как дорого. Приходится вылавливать скидки, делать подписку PlayStation Plus, и вот этот шум, что она будет стоить не 400, а 500 долларов, он как-то так странно высосан из пальца. Вот лично мне, как пользователю, зная, что я куплю себе PlayStation 5, я ее обязательно себе куплю, и зная, что она у меня проработает минимум 5 лет, 5 лет я вообще не буду к ней прикасаться с точки зрения железяки. То есть, она будет где-то вообще спрятана стоять у меня в тумбочке, чтобы не жужжала и не гудела. Я буду просто запускать, играть и не думать, какой там конфиг, что там не хватает оперативки, что видеокарту пора менять. Ну, хорошо, пусть она стоит 500 долларов, но это же надолго, это же в любом случае выгодно. Зачем делать из этого вот эти сравнительные анализы? Вот у Microsoft новая Xbox будет стоить дешевле, и что? Ну, и что? Ну, кто-то купит Xbox, кто-то купит PlayStation. Мне кажется, что даже... Вот у меня предел приставки PlayStation 5 даже 600 долларов. Я буду готов приобрести ее себе за 600 баксов. А вы можете писать в комментариях, для вас это прям действительно настолько существенно, что приставка, которой вы будете пользоваться 5-6, а то и 7 лет, будет стоить там не 450, а 500 баксов. Следующая новость обрадует всех тех, кто ждал очередную альтернативу часам Apple Watch, известный сетевой информатор, сливщик, инсайдер под никнеймом в твиттере Android Saint опубликовал, кажется, кажется, официальные рендеры новых смарт-часов компаний OPPO. И выглядит это все дело симпатично, похоже на Apple Watch. Имеется вот эта вот кнопочка Digital Crown, которая крутится. Предполагается, что у часов будет электрокардиограмма, все четкие новые функции, которые, в принципе, могут быть у смарт-часов. При этом можно будет по ним разговаривать, и стоить у них будет около 300 баксов. Я думаю, что стоит дождаться такого анонса и релиза. Действительно, потому что вот сейчас я столкнулся сам с проблемой. У меня, скажем так, сейчас временно нет iPhone, я пользуюсь Android смартфонами, вынужден ходить с Galaxy Watch. И я вот перебираю в голове, какие смарт-часы можно себе купить. Прям навороченные, классно навороченные за 300, 400, 500 долларов, чтобы они долго держали, чтобы был отличный экран, чтобы они быстро работали, чтобы можно было музыку записать и слушать через наушники. Но чтобы был полный фарш. И выбор, он вроде бы есть, но он все равно ограничен. И вроде все, у Mi там есть какие-то часы Охо, а есть какие-то часы. Но хочется видеть больше интерпретация популярных брендов. А бренд OPPO это популярный бренд. Я бы, конечно, хотел бы увидеть хорошие какие-то смарт-часы от OnePlus, чтобы была идеальная связка наушники OnePlus, смартфон OnePlus, крутые часы OnePlus. Я бы очень хотел видеть интерпретацию смарт-часов от компании Google. Там, какие-нибудь Pixel Watch, да, чтобы тоже все хорошо синхронизировалось с Android смартфонами. Потому что сейчас получается очень такой, скажем так, зоопарк. У меня очень большая сложность. У меня наушники AirPods, у меня Android смартфон Pixel, и у меня Galaxy Watch. И я не могу сказать, что это все очень как бы слаженно и красиво и хорошо работает. Но, Google, спасибо. В общем, вот такие новости были на этой неделе. Подписывайтесь на канал. Давайте все это дело обсуждать в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok